Для меня это вообще не непонятные моменты, чуть-чуть неправильное решение, но это шляпа. Таких спринтов мы за наши защитники набежали в три раза больше, чем защитники Спартака. Вот здесь в полуфлангах очень, ну не парились мы с мячом. Всем привет, это Спорт день за днём, я Тимур Валеев, и это наш новый выпуск тренерского вопроса. Сегодня мы отправились в гости к Вадиму Вячеславовичу Гаранину, старшему тренеру футбольного клуба Сочи. Разумеется, разбирать матчи футбольного клуба Сочи нам еще пока рановато, поэтому мы с Вадимом Вячеславовичем сосредоточились на матчах футбольного клуба Енисей, а именно на выступлениях в Кубке России, ведь Енисей прошел Локомотив, прошел Рубин и остановился только в полуфинале Кубка России на Спартаке, что в принципе большое достижение. И если в предыдущем выпуске с Андреем Викторовичем Талалаевым у нас была небольшая критика за то, что мы разбирали матчи прошлого чемпионата, которые, может быть, детально не все уже помнят, но такие невидовые матчи, как там Енисей-Рубин, Енисей-Спартак, я думаю, что могли лучше запомниться болельщикам и всем зрителям. Но я все прекрасно понимаю, что детально такие игры тоже можно не помнить, поэтому я в описании скину ссылочки хотя бы на обзоры этих матчей, чтобы, может быть, разборы от Вадима Гаранина получились чуть более детальными, чуть более понятными для вас, чуть более наглядными. Еще раз скажу, что я всю обратную связь, которую получаю, обязательно всю пропускаю через себя. Я надеюсь, что с каждым выпуском все будет лучше, лучше, лучше и лучше. Тут приоткрою завесу тайн, что с Вадимом Вячеславовичем мы пообщались даже чуть раньше, чем с Андреем Викторовичем, поэтому, наверное, где-то видеокартинка получилась не настолько качественной, как уже потом было чуть получше, на мой взгляд, с Андреем Викторовичем. Но, тем не менее, самое главное, что я считаю, тренерская мысль, как минимум, здесь не хуже, а то, может быть, и нагляднее получилось, как минимум, потому что Вадим Вячеславович привлек к себе внимание за счет специфичной для нашего футбола сейчас схемы ромб, о которой мы, в принципе, говорили в большей степени. И, надеюсь, многим станет понятно, почему эта схема вызывает для всех соперников такие большие сложности. И, как минимум, об этом же можно почитать будет в текстовом интервью, на который я тоже скину ссылочку в описании. Короче, ребят, давайте без лишних слов. Все, поехали. Наслаждайтесь, потом делитесь впечатлениями в комментариях, делитесь, что бы вам хотелось, на ваш взгляд, улучшить в этих видео и делитесь, может быть, с кем бы вам хотелось увидеть следующие выпуски. Пока что на данный момент съемок у нас больше не было, то есть пройдет какое-то время, прежде чем мы выпустим новые видео. То есть у вас есть шанс предложить кого-то и, может быть, обсудить конкретные матчи. Мне было бы интересно выслушать любое ваше мнение. Все, больше вас не отвлекаю. Наслаждайтесь Вадима Вячеславовичем и поехали. Все на месте, спортсмены! Итак, с нами Вадим Вячеславович Гаранин, который расскажет нам, ну или попытается. Попытается, да. Не все расскажет. Не все расскажет. Но мы постараемся разобрать матчи Енисея в Кубке России. Начнем с четвертой финала Енисея Рубин, когда уже, мне кажется, никто не мог говорить о какой-либо недооценке Енисея. Хоть это и была команда первой лиги. Но все же Рубин наверняка готовился серьезно к этой игре. Начнем, Вадим Вячеславович, с того, какой был, собственно, план на игру. Правильно ли я отобразил на доске расстановки и соперника, и ваш, на ваш взгляд? Ну, средние, средние такие ситуации встречаются. Вот. Ну, недосконально здесь. Ну, можете рассказать, какой был план на игру? Ну, план на игру был, во-первых, порадовать болельщиков своих, получать удовольствие от игры, играя в 1-4 Кубка России с клубом РПЛ. План был самим себе показывать, что у нас сильная команда, что у нас сильные футболисты, что мы умеем доминировать, что мы не будем закрываться. Но дальше уже были детали и принципы, которые на этой доске вряд ли получится отобразить. Ну, хорошо. А можете показать преимущество ромба, о котором мы с вами говорили? Ну, ромба – это, прежде всего, конечно, четверка в середине, в которой играют три игрока соперника, ну, даже если мы про Рубина говорим. Ну, я сейчас так поставил искусственно, ну, без какой-то конкретики. Да, здесь внизу получают мяч. А, ну, так, наверное. Внизу получают у нас там опорный. Звижки, не знаю, там, легко вскрывают. Ну, опять, легко – это на бумаге. То есть, если не идет игрок, опорный здесь не перекрывают. Уже опять 4 в 3. Вот как бы основная, наверное, идея. А там дальше опять идут много нюансов, будет ли там выдергиваться, кто-то не будет выдергиваться. Ну, интересная схема. Опять она за счет еще вот этого футболиста очень важна в верхушке. Ну, насколько я помню, оба голы и Нисей забил, проведя атаку правым флангом. И зашел, если я правильно помню, левая восьмерка. Это был, кажется, Раздорских. Зашел в зону правого полуфланга. И в итоге остался там никем не прикрыт. Это как-то нарабатывали. Ну, безусловно, структура игры, это расположение одной восьмерки при, там, есть красивое слово, билдап, которое там, ну, оно характеризует, да, наверное, эту ситуацию. Но мне больше ближе, так как я люблю слушать наше радио, мне больше нравится слово, там, выход из обороны, начало атаки. Вот, просто расположение одной второй восьмерки, десятки, вот опорного, для, там, создания определенного преимущества. Если один идет вниз, там, получать, как будут реагировать соперники, да, и вначале соперник. У нас проходили несколько передач, там, на меню, на Бивеево, да, и стал, у них, игрок пошел, стал читать изначально. При выходе из обороны, да, у нас здесь, вверху, Юрий Иванов получал мячи, разворачивал, мы шли вперед. Понятно, что и ромб можно накрывать, и, если там, опять, находить какие-то аргументы. Ну, вот, в игре с Рубином у нас получилось так, что соперник, наверное, в первом тайме точно не смог, скажем так, раскусить нас. Ну, при начале атак, мне показалось, что так располагались, словно, создавая, так, три линии, два центральных защитника остаются низко, крайние защитники поднимаются в среднюю линию, и получается, что схема, так скажем, 2-4-4, условно, получается. То есть, и, я так понимаю, что это помогает, и, если есть возможность, переходить из обороны в атаку через пас низом, через короткий, средний пас, либо по возможности отдать длинную, больше, вот, в зону нападения, правильно? А здесь вообще нету какого-то принципа, что мы выходим только в короткий пас, в средний, снизу. То есть, если мы понимаем, что у нас вверху преимущество, мы должны использовать это преимущество. То есть, точно, вот, когда есть быстрый, возможно, переход или хорошее расположение вверху, а мы вот здесь будем сами себя мучать, да, играя, там, условно, 6 в 6. То есть, риск огромной потери, задача, если у нас внизу нас больше, мы можем выйти. Если равное количество, значит, вверху у нас где-то все равно в хороших позициях могут находиться игроки, и мы должны, возможно, даже первой передачей, второй передачей, шлепнуть туда и попытаться создать голевый момент. Насколько сложный был период, вот если брать тот конкретный матч с Рубином, период между первым и вторым голом, когда, как показалось, немножко что ли потеряли инициативу, и соперник пытался что-то как-то контратаковать, что-то создавать сам? Насколько была возможность потерять преимущество? Не, ну всегда есть риск потерять мяч, потерять преимущество. Соперник, я еще раз говорю, может хорошо прессинговать, у нас может не получаться какое-то индивидуальное действие, там, передача между линиями, например. Ну, из этого футбол состоит, то есть понятно, что мы готовились к тому, что нам будет очень тяжело, очень тяжело. Но здесь, знаете, надо просто быть откровенным. Вот нам казалось, что мы доминируем в этой игре. То есть мы видели, что игра нам дается, что у нас получаются хорошие выходы с барвелами, хорошие переходные фазы, хорошие там даже моим эпизоды в позиционной атаке. И нам казалось, что для нас игра складывается очень легко. Но после игры, когда мы посмотрели показатели датчиков, мы выдали рекордные для себя характеристики по ребятам. по объему, по сухо-интенсивному бегу, по спринтам. О чем это говорит? Это говорит, что тяжелейшая была игра для нас. Просто мы оказались очень хорошо готовы, наверное, в плане даже структуры, понимания. То есть мы играли с клубом РПЛ, и мне кажется, что это очень легко, даже несмотря на то, что у Рубина не очень удачный отрезок был, и чем это все закончилось, мы понимаем. уровень футболистов, РПЛ, он, безусловно, позволяет индивидуальные, там, красиво я начну говорить, мощностные проявления, скоростно-человые проявления, скорость там. Она позволяет во многих эпизодах заставлять соперника делать все на супер максимальных своих показателях. Вот так и произошло у нас. Хотя, я сейчас говорю, мы смотрели, и первым таймем мы прям, ну, скажу честно, получали огромное удовольствие при ошибках, да, каких-то, при куче эпизодах, где мы требуем, и все равно потом требовали на разборе, что мы все равно должны там уметь делать это, уметь делать то, видеть вот эту профессию, видеть вот эту ситуацию, быстрее анализировать. Мы были очень довольны, но вот в итоге оказалось, что все футболисты, все выдали рекордные для себя показатели. Да, я понял вас. Но все-таки, какую опасность предполагали от соперника, чего опасались конкретно от Рубина? Ну, знаете, ну, прям глобально, чтобы понимать, что там 4-3-3, что есть там Лисакович, что есть Бакаев, индивидуальные какие-то моменты, и понимали, наверное, опять-таки, насколько в мышцностных вот этих всех моментах, скоростно-силовых моментах, по скорости, насколько у них будет получаться прессинг, даст ли это возможность нам все-таки там выходить из обороны за счет передач, да, и нас они заставят так, и будут загонять там условно в какую-нибудь фазу, где мы сможем только, например, пулять мячи вперед и не на свободное пространство, там, где у нас должны футболисты быть, а просто выбивать. Вот такие эпизоды, ну, не эпизоды, вот, наверное, вот это беспокоило больше всего. А что получилось хорошо вот конкретно в этой игре с Рубином? Чем довольны были? Ну, вот первый тайм мы просто структурно очень играли, скажем так, очень много получалось, очень много получалось, и это получение было из-за того, что ребята думали и выполняли, скажем так, ну, игровую дисциплину соблюдали. Они находились в тех зонах, где они должны быть, они находились, опять-таки, принимали решения в ситуациях сложных, правильные пооткрывания, когда вниз, когда вверх, и даже пример, что на биве, на меню находили вот эти передачи в прибилдапе, когда там на Валеру отдавали, да, Кичина, и он сюда делал эту передачу, и соперники здесь располагались, не успевали, да, и мы за счет этого уже у нас здесь был там преимущество. Ну, я сейчас опять там условно рисую, как только соперник понял, что мы сюда выходим, он немножко сюда стал сдвигать, ну, сразу проходили вот эти моменты. То есть, этот футболист, когда от него шел игрок, он не пошел за ним и сказал, ты меня забыл, вот, можно я к тебе приду, да, и сюда, а он понял, что, ага, ну, иди, мы... Пришел бы другой сюда соперник, да, там условно, вот этот должен был там находиться в таких позициях, чтобы получать мячи, и важно не только здесь находиться, важно, чтобы вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, игроки с мячом видели вот эту позицию. Ну, это позиция как раз-таки десятки, правильно понимаю? Это десятки, это, возможно, дальняя восьмерка может быть, возможно, что-то даже может быть, десятка может там чуть подняться, может быть даже нападающий, например, в эту позицию пойдет, потому что там десятка может так связать кого-то, да, что этот игрок там не знает, кто будет, этот идти или этот идти, ну, это много нюансов, вот, но задача видеть и вверху, и внизу, и с мячом, и без мяча, как лучше открываться, куда открываться. Я вас понимаю. А в плане, ну, в плане плана на игру, матч против Спартака отличался от подготовки к Рубину? Да, отличался мы, я уже говорил в предыдущих там интервью, тоже когда про Спартака задавали, что тема для нас достаточно больная, что мы, ну, мы облегчили жизнь сопернику. Мы прекрасно понимали, что есть Промес, есть Николсон, да, есть Соболев, и был там Бакаев, футболисты там Даня Хлусевич, да, которые имеют, опять, ну, много игроков, да, очень мощных, очень мощных, выбегающих, против них постоянное единоборство, это, ну, сложно играть. Здесь очень важно было играть с мячом, вот, у нас это получалось фрагментами, единственное, конечно, можно говорить, что в атаке у нас, именно в создании моментов практически ничего не получилось, почему, ну, опять, сейчас кто-то, я не буду говорить, не потому что, там, стесняюсь или что-то, там, не знаю, а просто отличный повод поверодствовать, позлорадствовать, что, вот, почему они там не перестроили, почему они вот это не сделали, ну, потому что, опять, футбол это игра, и можно сколько угодно разбирать, подготавливаться, а в игре может что-то пойти не так, и даже внесение каких-то корректив может не позволить изменить игру, поэтому я про атаку оставлю, что мы в переходных фазах очень много дали сопернику, потеряли баланс, пытались закричаться в первом тайме, но абсолютно не слышно на поле, и потом, когда мы там через ребят кому-то передавали, наверное, ну, скажем так, получился день, когда мы немножко отключили голову в плане, ну, футбола, и очень хотели сами себя показать, что мы можем с мячом играть, а вот, опять-таки, играть с мячом и играть структурно, или играть с мячом и играть не структурно, это две большие разницы, если структурно, значит, есть баланс, то есть при потере мы можем, выставляясь правильно, изначально, когда мы контролируем, можно, нужно вступать в отбор, а в отбор не давать соперникам, там, проводить быстро атаки, у нас это не получилось, в перерыве акцентировали внимание, не получилось у нас, ну, вот такое бывает, что все равно чуть заигрывались, чуть-чуть неправильное решение, но переходные эпизоды, когда у нас, ну, я там быстренько, да, пусть мы будем синие, когда мы там атаковали, и опорный мог свалиться, там, сюда, условно, при контроле, когда мы были, и у них вот такое расположение было, Промис и Николсон, и вот так вот все было дальше, ну, я опять, условно, стал, ну, это шляпа, как мы называем, Д'Артаньяно, да, и получает, и понеслась, там, играть с Промисом, давать ему возможность получать свободные зоны, это, ну, мы сыграли плохо, вот именно вот в таких переходных моментах, опорному кричали, крайний защитник должен был там приходить, то есть ситуации могли быть вот так, если бы мы разбирали, да, и все, ну, не все, все равно они могли создавать, за счет индивидуальных моментов, потому что же Промис, чуть-чуть отыгрался, там, дернулся, и опять, но мы просто ему улегчили жизнь, и мы считаем, что в этом мы сыграли очень неорганизованно, и это сидит с занозой, потому что, ну, как бы, было много игр, да, все равно были проблемы, были переходные, были там за спину при высокой линии обороны, но это опять часть футбола, ну, невозможно играть там идеально, ну, что ты все равно пропустишь. Да, и плюс футболисты, там, за три месяца, которые мы вместе, там, за четыре пусть будет до конца сезона, ну, там, мы начали январь, февраль, март, апрель, май, там, четыре середины, ну, неважно, да, как бы, очень сложно, это надо время защитникам понимать, там, вбегание, когда остаюсь высоко, когда падаю заранее, когда открытый мяч, там, и смотрю вперед, или когда открытый мяч, там, он смотрит назад, и мы не должны падать, и, ну, то есть, были много хороших структурных моментов, а вот в игре со Спартаком, как раз, у нас не получилось это. Ну, я сегодня, буквально утром, отсматривал первый гол Спартака, и это было начало атаки Енисея, мне показалось, что, как бы, позиционно игроки делали все правильно, это шла передача от Кичина к Иванову, и его накрыли, и, ну, вроде как, команда должна быть готова к тому, что после передачи произойдет потеря, но почему так, ну, так быстро прошла контратака соперника, и быстро встречается голубь? Я могу прям даже разобрать этот эпизод, в плане Феры, например, потому что Феры так располагался, что, когда он видел открытый мяч и передача, ну, он должен был просто чуть-чуть дернуться, и не надо делать, вне игры здесь не могло быть, потому что, ну, он хорошо располагался этот игрок. Феры стал вот так, ну, вот так вот, это абсолютно неправильно, то есть, по замаху, вот, я чуть ближе, даже руку там условно положить, ну, проспали вот опять, вот, долю секунды, причем это принцип игры, это отрабатывается на тренировках, и разбирается, когда мы стоим, когда мы падаем, когда мы можем даже выйти, игрока оставить, если он там не вбегает, да, условно говоря, и все, и человек уже, если отдает здесь, вне игры, ну, Фер проспал этот эпизод, и в итоге вот получилось, что вышли один на один и забили гол. Здесь, ну, это опять, идеально всегда располагаться невозможно, к сожалению, большому, но если все идеально всегда располагались, то и 0-0 всегда бы было. Ну, я другое, наверное, хочу сказать, были очень много эпизодов, а после игры нас упрекали в том, что там чуть ли не 15 буллитов было в этой игре, но если разбирать эпизоды до конца, из 15 буллитов, буллитов 8, это было вне игры, и по современным правилам арбитр бежит, не поднимает флажок, смотрит, чем закончится эпизод, и потом бы включался вар. Ну, да. И много этих эпизод заканчивалось тем, что Спартак не забивал голы, вар не просматривал. Там огромное количество вот этих моментов было связано с тем, что команда была во всаде Спартак. Да, все равно было многовато, ну, мы 5-6, это моментов, которые мы сами профуфукали, но, наверное, 6-15-18, это разные вещи. И вот этот принцип игры с высокой обороной, с пониманием, когда остаться, когда не дать сопернику раздвинуть нашу линию, играть плотно, позволяли нам во многих эпизодах, правда, единственное, по данным требованиям, всем приходилось все равно бежать на спринтах назад, к сожалению, в большом удах, для меня это вообще не непонятные моменты, потому что таких спринтов наши защитники набежали в 3 раза больше, чем защитники Спартака. Потому что огромное количество эпизодов было связано, что не игры было практически в центре, а эпизод заканчивался на вратарской. И причем даже потом вводили мяч, там, условно, не уже вот здесь, где был офсайд, да, и мы могли пойти в атаку, а вводили мяч внизу, и опять нам приходилось выходить. Ну, есть правило, сейчас уже не так, можно сколько угодно умничать. Да, я понимаю. Но при этом, как бы, с точки зрения принципов и общей идеи, наверное, игра со Спартаком и игра с Рубином для вас не отличалась. Были очень много эпизодов хороших, вот именно, ну, к сожалению, их не было практически в зоне атаки, но вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, да, вот здесь, и вот здесь вот было очень много выходов, очень хороших действий, команда не тряслись ноги, они понимали, что они делают. И опять за счет наших упражнений, потому что вот здесь, когда мы выходим, это, ну, на бровку там, да, нас загоняют, мы здесь пытаем пом-пом-пом, вышли со смены направления, сделав там несколько передач, и выйти из-под давления, это вот упражнения, там, наши в разминке, во втором повторении, примерно такие же расстояния, примерно такая же плотность, и ребята сразу с первого дня это приняли, и очень много, мы, друзья, сейчас пересматривали под, искали там определенные моменты под теорию сейчас для нашей команды, да, и смотрели эпизоды из игры со Спартаком, и, ну, было очень приятно, несмотря на счет, что во многих моментах это были уверенные все футболисты, знающие, что они хотят, и, самое главное, умеющие, вот, ну, вот здесь, если мы говорим, что это оборона Спартака, у нас, конечно, не очень получилось. А можете показать, какой момент, скажем, вот при начале атаки был удачный, и почему не получалось довести до завершения? Ну, при начале атак ходили, да, был обрез, там, Валера в начале немножко, видно, все равно какие-то, наверное, немножко нервничал отсюда, да, так вот он обрезал, по-моему, Зелий Бакаеву, кстати, тоже я ему тут напихал сейчас после игры, с Зенитом Зелимхановым, забиваешь только, Енисеев забил, сейчас Сочи забил, вроде у нас с тобой хорошие отношения по Туле, а ты, как бы, что-то перестал уважать меня, ну, так посмеялись, вот, а так было очень много хороших выходов, и Спартак, пытаясь там прессинговать, не мог этого сделать, и, как бы, вот здесь, в полуфлангах, очень, ну, не парились мы с мячом, и дальнейшие продолжения у нас были, но они потом вот уже здесь, когда мы сюда довели, вот здесь мы заканчивались тоже, из-за, скажем так, легких ошибок, ну, возможно, просто, что, опять, уровень некоторых наших игроков оказался такой, что не готов именно, вот, на таком уровне, даже ментально, возможно, просто, что они умеют. Ну, конечно, одно дело, там, в первая лига, а другое дело, в Спартак, в полуфинале Кубка. Да, со стадионом, там, с большим количеством болельщиков, с такой поддержкой, сумасшедшим, ну, это возможно, да, просто не хватило мастерства, чтобы где-то, вот, и здесь создать эпизоды, и, причем, опять, мы, когда потом разбирали игру эту, и после игры подошли ребята и сказали, что, как хорошо, что нам напомнили и про баланс, и про игру в атаке, про определенные детали, по наполнению определенных, там, точек, да, потому что, говорит, мы вот в этих играх, играх, у нас глаз замылился, и что, там, возможно было сделать, там, в ФНЛ, ну, чуть чаще проходили у нас эпизоды хорошие, да, здесь под давлением, и, что-то полуфинал, что это Спартак, что это стадион практически заполненный, и глаза замылились, и мы просто, ну, забыли, и вот опять для нас, это тоже школа сумасшедшая, что, несмотря на то, что там было, там, тройники, не тройники, перелеты, все равно, мы должны были, наверное, чуть больше напоминать про это, даже в теории, хотя бы, в теоретических занятиях, потому что, ну, даже, я говорю, баланс, ну, как будто вот прям отрезало мозги, и все пытались играть с мячом, но не всегда умно. Да, я вас понял. Мне кажется, хватит с тактики. Ура! Ну, я в этом ничего не понимаю, особенно, поэтому лучше про армию, про погранвойска. Да, я вас понял. Про собачку мою любимую, юрксовского терьера. Так, подождите, давайте про собачку. Девушку, которую я люблю в безумии. Ну, это я так сейчас. Это лучше, чем про вот эту шляпу. Я понял. С нами был Вадим Вячеславович Гаранин, новый главный тренер, старший тренер Сочи, с которым мы разобрали пару матчей Енисея. Надеюсь, вам было понятно. Продолжение следует... Продолжение следует...